друзья всем привет сегодняшний выпуск будет необычным или не таким какими вы нас привыкли видеть и как сказала героиня этого ролика анастасия такого в жизни не бывает что про что мы хотим вам сегодня рассказать вы узнаете из этого видео а Субтитры создавал DimaTorzok Всем еще раз привет! Меня зовут Андрей Радыгин, я проживаю в городе Минусинске. Совсем недавно я познакомился с такими людьми, как Сергей и Анастасия. В связи с чем я узнал, что у них 5 детей от года до 7 лет. Давайте начнем с того, что... Давай представимся. Как тебя зовут? Меня зовут Серега. 28 лет. Минусинск, Казнецкий, Кань. И... Настя. И Анастасия, супруга. Супруга, да. Ну, у девушек не будем спрашивать. Возраст. Настя и Сергей, я знаю, что у вас 5 детей. Я знаю, что ты работаешь на вахте. Ну, сейчас сложно, наверное, сработает. Понятно, да? Ну, конечно. Не работаешь. Где-то подколымливаю, там, ну, там, что, стримы всякие, там, дополню. Сколько... Сколько самому младшему ребенку лет? Год и 2. Девочек? Да. А самому старшему? 8 лет. 8. Ты не работаешь, занимаешься детьми? Да. Ну, каждый день, допустим, прибираться я не успеваю, соответственно, потому что нужно не покушать, приготовить вещи, постирать, и все остальное. Как бы, да, где-то бывает... Ну, вот ремонт сделали у них, вот, в комнате, да? Неделя прошла, им надо порисовать, им надо, там, поковырять, оторвать, и вот это вот... У вас дом в собственности или... Да, в собственности. В собственности. А какие-то пособия на детей получили? Да. За всех? Да. Получала. Получали. В садик дети не ходят? Удят. А ходят? Конечно. Младшая, маленькая не ходит, да? Старшая школа-то купила. Мы, знаете, что мы предлагаем? Так как мы с тобой знакомы, не так давно, да, вот мы с тобой пообщались, поговорили, мы хотели бы немножечко вам подмочь, вот что в наших силах, совсем чуточку, совсем маленько, но и хотели бы вам предложить один момент. Вы не хотите съездить с детьми, отдохнуть на базу отдыха, дней так на пять? Отдохнуть... Просто подарок от нас на пять дней на турбазу. Отдохнете, в баньке попаритесь. Конечно. С детьми покупаются, порабачишь. Бля, ну ты, мне такого никто не предлагал, честно. Прям, вообще бы сгоняли. Ну, я тоже за. Я не думаю, я не думаю, что много нам с вами надо беседовать. Ну, все тогда, договорились, увидимся через пять дней. Хорошо. Все, спасибо. Сегодня мы были у этой семьи в гостях. Если сказать, что мы в шоке, это ничего не сказать. Мы видим, что существование и выживание в таких жилищных условиях, ну, просто нереально. По одной единственной причине такого не должно быть. Поэтому мы с Димой и еще не с равнодушными людьми попытаемся помочь этой семье. В интервью мы им сказали, что подарим им путевку на турбазу на несколько дней, чтобы они отдохнули вместе с детьми. И за это короткое время мы попробуем поменять обои, линолеум, поставить пять детских кроваток. В общем, попробовать улучшить их жилищные условия. Алло. Алло, Андрей Геннадьевич, добрый день. Приветствую. Вы не на работе? Да нет уже. А вы можете как-то уделить нам пару минут? У нас к вам такой деловой разговор. В любое время. Окей. Как это сделать? Давайте к нему встретимся, как скажете. Куда подъехать? А мы находимся в старой части, где новый парк. Ну, хорошо, Андрей, сейчас поеду минут через 10-15 с дома и тогда сначала к тебе заеду. Хорошо. Все. А потом уже по своим делам. Все. Спасибо. Все, до встречи. Пока-пока. Сейчас состоялся разговор с Геннадьевичем Цыплиным. Это один из людей, который на самом деле в городе неравнодушный. Мы сейчас ему попробуем рассказать эту всю историю. И что он скажет вообще. Да? Ребят, ну и к слову неравнодушным людям хотел бы вас познакомить с Геннадьевичем. Это человек, который всегда помогал мне во всех начинаниях, во всех социальных проектах. Поэтому мы в первую очередь спрашиваем у него, как ты вообще смотришь на то, что мы хотим сделать? Нет. Смотрю я очень положительно, потому что, ну, на самом деле в наше время сейчас осталось очень немного людей, которые так переживают, понимаете, за некоторую ситуацию. Да, вот вы приехали, увидели в каких условиях живут дети, и вам захотелось эти условия изменить в лучшую сторону, сделать ремонт именно детский. Это прям здорово, молодцы. Только положительно, и любыми всякими силами будут помогать. Потому что мы прекрасно понимаем, что дети, ну, это на самом деле, как бы это громко не звучало, цветы жизни, это то, ради чего мы все с вами живем. Я понимаю, что мы можем на вас рассчитывать. Да, однозначно. Я думаю, что... Прекрасная идея, как бы сделать детскую именно вот. Ну, значит, начинаем все. Да, приступаем к работе. Все. Спасибо. Спасибо.